Салют всем подписчикам ВВХ, с вами Джеки. Сегодня мы будем разбирать сразу два шоу и Роя Смэкдаун. Ну, самая главная причина, почему так получилось, потому что, честно говоря, поднадоело. Поднадоело смотреть ВВЕ, мы еще недавно стримили Слэмиверсери, отличное шоу, и после него никакого желания смотреть Роя не было. Но все-таки многие из вас, я думаю, ждали видосика от меня по поводу Роя Смэкдауна, поэтому объединим сегодня все. Поэтому постараюсь кратенько, кратенько, но по делу, чтобы не сильно задолбать и заинтересовать. Погнали! Сначала, конечно, разберем Ро. И самое главное событие, это, конечно же, объявление о том, что пройдет в октябре, по-моему, пройдет первое пей-пер-вью полностью женское. Полностью женское пей-пер-вью под названием Evolution. Уже пошли картинки с лицами Triple H, Рика Флэра, ну, короче, с членами группировки Evolution, стилизованные под постер этого пей-пер-вью. Я думаю, вы все это все видели. Что хочется сказать по поводу этого события и вообще всего вот этого дела. Во-первых, мне кажется, WWE, желая угодить каким-то меньшинствам, сами становятся самыми настоящими сексистами. Для меня нет никакой разницы. Если матч хороший, то он хороший. Будь то женский матч, будь то мужской матч, будь то командный матч, мне абсолютно по барабану. В этом плане я совершенно не сексист. Показывайте хороший матч, я вас хвалю. Не без разницы, какого вы пола. Показывайте плохой матч, ну, обратная реакция тоже от пола ничего не зависит. Но в WWE последний год активно, может даже и больше, активно, активно напирается на то, что вот у нас женское это, женское то, женское сё. Но вот всё женское, женское, женское у нас. Но, ребята, выделяя вот так вот каждый раз, что вот оно женское, вот оно женское, мне кажется, вы сами становитесь сексистами. Вам не кажется? Вы уже как-то принижаете мужские матчи таким образом. Типа, ну вот это на первом плане у нас, а это уже на втором. Зачем это делать, я не понимаю. Ладно, вы назначили это женское по ипервью, хотя я не совсем понимаю, зачем это нужно. Вот именно для WWE, мне кажется, абсолютно это не нужно. И так, женский дивизион чуть ли сейчас не самый главный. Ну, проводить женское по ипервью. Я думаю, в этом нет какой-то большой необходимости. Вы же не специальная компания, которая специализируется только на женском рейстлинге. Такие есть. Вот. Ну, вы же совершенно другая компания. Просто, ну, сделайте отдельное по ипервью тогда для команды, для командного дивизиона, для команд. Что это? Это просто принижение командного дивизиона. Или сделайте какой-нибудь по ипервью, где будут только мужские матчи. Ну, таких уже было много. Ладно. Второй тезис по поводу всего вот этого, всей этой женской революции и эволюции. Это старое доброе пихание прямо в ебальник. Пихают Романа Рейнса, сейчас пихают девушек, пихают. Пихают, короче, все. Просто вот жрите и не спрашивайте. Но за этим пиханием мне хочется задать вам вопрос, дорогие друзья. Когда в последний раз вы были охренительно довольны женским матчем в основе? Ведь у нас целый год идет такая активная прямо пиар-компания женщин WWE. Они уже все тематические матчи, которые можно было провести, мне кажется, уже провели. Ну, может, какие-то еще остались. Я думаю, они будут в любом случае. Когда в последний раз проходил матч женский, которым вы были очень довольны, который был, ну, 4 звезды с плюсом? Когда? Да, я, честно говоря, задав себе такой же самый вопрос, вспомнил WrestleMania 32, где был трехсторонник. Ну, блин, вот я реально не могу вспомнить хорошего матча женского. Я что-то сказал, год это идет. Это уже, походу, не год идет, а намного больше. Но за всей этой мишурой, за тем, что у нас женский Money in the Bank, женская королевская битва, женский Elimination Chamber, А где-то матчи вот тут хорошие, выше хороших. Где они? Вы же так сильно напираете на это. Ну, так а где, где как бы результат всего этого напирания? Я слышу только разговоры о том, что у нас эволюция, эволюция. Так вы на ринге когда-нибудь совершите эту эволюцию-то? Почему в NXT сейчас никакой эволюции вот этой прям пихания в ебальник, этой эволюции нет? Однако сейчас NXT, как и всегда, в принципе, на лопатки кладет вообще всю основу. И с женским дивизионом абсолютно так же. Сейчас в NXT посмотрите, какие там матчи проводятся. И посмотрите, какие в основе проводятся. Однако женская эволюция, о, WWE, мы не сексисты. Да вы самые натуральные сексисты. Если бы пошла какая-то сильная, вот, социальная, социальный посыл, только пошел для чернокожих, вот прям такой, какой сейчас идет за права типа женщин, все такое. Вы бы, наверное, сделали отдельное пейпервью для черных, или для китайцев, или для мандаринцев, если бы такое сделалось. Вы самые натуральные сексисты, я вас поздравляю. И лицемеры. Кевин Овенс против Брона Строумана. Именно такой матч пройдет на SummerSlam. Этот матч будет за кейс Money in the Bank. К счастью, ну как и к счастью, к сожалению, на этом ромб были Винс Макмен, Стефани Макмен, Triple H, и Стефани как раз назначила этот матч. Причем, в любом, короче, случае, вот, Кевин Овенс, вот, если он побеждает, по DQ, не по DQ, короче, если он побеждает, кейс Брона Строумана переносится, переходит Кевину Овенсу. Вроде бы ситуация очень выигрышная. Да и по сути, да что нужно сделать Кевину Овенсу? С кем-нибудь договориться? Ну так, если по-хорошему подумать, да? Если он в любом случае при победе, как бы, при победе он получает кейс. Пускай он с кем-нибудь договорится. В первой же секунде матча гонг прозвучал, кто-нибудь выходит, бьет Кевина Овенса, он выигрывает по DQ и забирает кейс. Ну, конечно же, такого никогда не будет, потому что мы все прекрасно понимаем, что... Что, да блин, ну все мы прекрасно понимаем, почему такого не будет. Почему, допустим, Кевин Овенс не вылазил из клетки, хотя мог это сделать 350 тысяч раз? Это рейстлинг, как бы, тут приходится мириться с нелогичностью в каких-то моментах. И в целом я не верю, что Брон Строман лишится своего кейса Money in the Bank. Что у нас по рейстлингу-то на этом шоу было? Был хороший, хороший, лучший матч. Ну как, это вот стандартная тема, что начинается одиночный матч, а потом он перерастает в командный поединок. Я это всегда воспринимаю как один большой матч. Если брать один большой матч, то сначала Финн Баллар против Дрю Макентайра, а затем Финн Баллар и Сетт Роллинз против Дрю Макентайра и Адольфа Зиглера. Прекрасный матч, отличное зрелище. И действительно, на Ро хотя бы один матч в среднем, может даже и больше, но получается очень даже хорошим и лучшим, чем большинство матчей на пейпервью. Что, конечно, немножечко обидно. И главное событие, это, конечно же, Роман Рейнс против Бобби Лэшли. Бобби Лэшли! Я знаю, вы ждали этого. Вот, против Бобби Лэшли, матч за первое претендентство, в котором победил Роман Рейнс. Поздравляю, ребята, на Саммерслейме нас ждет еще один матч Брока Леснера и Романа Рейнса. От, 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 сука, отвратительно просто в плане интереса, потому что мы миллион раз уже на это все смотрели и, сука, бесит. Вот, и еще большой вопрос. Нахрена тогда вообще нужна была победа Бобби Лэшли на Экстрим Рулс? Что она ему дала? Ровным счетом ни-у-я. Вот, как бы сказал Дмитрий Ларин, если бы я вставил вот это сейчас в свой ролик. Роман Рейнс снова получает шанс стать чемпионом вселенной WWI. Меня это, честно говоря, отстаебало. И вот я бы, естественно, с большим удовольствием бы посмотрел на матч Брока Леснера и Бобби Лэшли, чем на миллионный матч Романа Рейнса и Брока Леснера. Но кто у меня, как говорится, спрашивал. Вот такой вот итог по Ро. Очень противоречивый выпуск. Бенск, очень много шлака было, который просто было невозможно смотреть. Про Бейлис, потому что Бенск, я вообще... Бенск, Бенск, так хер с ней. Короче, про них я вообще говорить не хочу, потому что у меня их отношения вызывают уже рвотный рефлекс. И просто, когда это говно закончится, этот вопрос я задаю каждую неделю, куда смотрю его. Ладно, не буду, короче, туда вдаваться. В целом, я бы поставил этому выпуску 5, наверное, из 10. Да, 5 из 10. Погнали на смэк. Что у нас было интересного на смэке? Андрада Сьен Алмаз внезапно победил Русева. Да, причем... Как? Ну не то, чтобы честно, там были, конечно, Русев отвлекался. Там Лана, естественно, была Зеленовега, потом Эйден Инглиш прибежал. Но это не важно. Важно то, что Андрада реально победил. Я за него рад. Наконец-то за него взялись. Наконец-то вспомнили о том, что он вообще существует. Вот. И Андраде хочется пожелать только всего самого наилучшего. Однако, я думаю, что, блин, Русев это не самый лучший вариант для того, чтобы как-то продвигать Андрада. И вообще, Русев что-то давненько уже не побеждал по-нормальному. Ну как, он Дэниел Абрайна последний раз победил. Как раз в отборочном матче на Манни Дебенг, по-моему, из тех времен. Что-то я особо и не помню. Чтобы он кого-то там по-крупному побеждал. А вот. Андраде желаю успехов. Кстати, довольно забавно, что практически одинаковые люди выступали по лицам. Просто, если бы Русева сделать такую же прическу, как у Андрады, я думаю, их вообще отличить было невозможно. Реально, практически одинаковые лица. Ну, только по комплекции еще различаются. Поэтому еще их и можно различить. Но в целом, блин, очень похожи друг на друга. Само Джо станет следующим претендентом на чемпионство AJ Styles. Матч пройдет на SummerSlam. Прекрасно. Хотя мы все об этом уже миллион лет назад знали. Слухи сейчас разносятся просто со скоростью света. И ты заходишь в новостной паблик и уже знаешь, что будет там через месяц, через два месяца, короче. Поэтому все мы уже прекрасно знали, что самого Джо станет следующим претендентом. Да и это хорошо. Никто не против самого Джо. Конечно, посмотрим с удовольствием. Самого Джо против AJ Styles. Там был сегмент с Пейдж и Styles. Она должна была объявить, кто станет соперником Styles. На слэме вышел Джеймс Элсворт. Хотел сорвать все это дело. Пейдж его уволила. Вопрос тогда, нахер на вы вообще его взяли на контракт. Типа, это он не сам появился тогда. Это его вы на контракт взяли. То есть, они в этом признались косвенно. Вот. Ну ладно, это тоже издержки рестлинга. Она его уволила. Красиво пнула шпиткой по заднице. Ну, что-то я как-то сомневаюсь, что теперь мы Элсворта больше не увидим. Это такая склизкая тварь, что он может появиться на самом слэме. Вот. И когда Пейдж пошла уводить Элсворта, настал, сзади напал как раз Джо, запер его в какие-то клатч. И сам собственноручно подписал, вписал свое имя в контракт на матч на самом слэме. Ну, круто, что, круто. Посмотрим с удовольствием. Я думаю, будет отличный матч. Биг И и Ксавье Вудс против Сэнити. Это был матч турнирный, мини-турнирчик за тайтл-шот на командное золото. Биг И и Ксавье Вудс победили. Сэнити, вот, они будут драться, я так понимаю, с победителем пары Братья Уса и Сезары Шеймуса. А, да, еще и Бекки Винч, кстати, победила Кармелу и завоевала себе тайтл-шот. В общем, в принципе, на Саммерслэме неплохой такой карт вырисовывается. Ну, неплохой карт вырисовывается уже миллион раз, знаете, вырисовывается, вырисовывается. А потом ты приходишь на пейпервью, а там типа просто какое-то говно суют, и ты сидишь и смотришь все это дело. А вот, там, так, ну, какой бы матч я бы хотел. Какую команду я бы хотел в качестве первых претендентов на чемпионские пояса Бладжин Бразерс? Конечно, Сезары Шеймуса. Это было бы интересно. Ну, закончился смайкдаун. Масштабные пиар компании нового шоу Миза и Морис. Вот, он в самом начале приехал с ребенком, с настоящим ребенком, это важно. А в конце он зачитал промо, естественно, Дэниел Брайан на это все сагрился, потому что речь шла о Дэниеле Брайане. И в итоге оказалось, что Миз уже вышел с Морис на вот эту концовку с куклой. Он кинул ее Брайану, Брайан поймал, пока охреневал, получил Скал Крашен в финале, и на этом шоу закончилось. Так что, естественно, мы делаем вывод, что на Саммерслэме пройдет матч Миза и Дэниела Брайана. Ну, круто, круто. Было бы глупо его не провести. В целом, смайк мне понравился гораздо больше, чем Ро. Вот, я бы ему поставил семерочку. Да, семерочку, наверное, поставил бы этому смайку. Вот такие вот дела получились у меня по еженедельникам. Иногда будет так, ребята. Иногда я не буду делать вот отдельное видео по Ро.С.Мэку, а буду делать общее видео. Ну, это, по большому счету, зависит только от моего интереса, от настроения и от времени. Вот, иногда будет так. Я думаю, в этом ничего страшного нет, и... И все. Ничего страшного в этом нет. Друзья, подписывайтесь на канал, пожалуйста. Очень буду рад новым подписчикам. Ставьте лайк, если понравился ролик, если понравились мои рассуждения. Пишите в комментариях, что думаете по поводу главных еженедельников этой недели Ро.С.Мэка. Кстати, последний выпуск NXT еле-еле собрал тысячу просмотров. Я не знаю, ребят, я вот, конечно, как бы все понимаю, но это я не понимаю. То есть, так много было просьб, делай по NXT, делай по NXT. В итоге, недели две там подержался нормально, и потом все, интерес к NXT пропал. Ну, возможно, и у меня пропадет. Ну, то есть, он не пропадет, я буду его смотреть, но, возможно, ролики по нему пилить не буду. Потому что, ну, я не знаю, особого смысла я в этом не вижу. Если это вам особо не интересно, то окей, я буду смотреть сам для себя. Возможно, какие-нибудь фишки там подмечать. Но это уже будет не так освещаться, как сейчас освещается NXT мной. Ладно, друзья, большое всем спасибо за просмотр. Еще услышимся. С вами был Джеки. До скорых встреч. Пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока. Пока.